Не просто быть в России женщиной, совсем не просто, это вам любая соотечественница скажет и объяснит на пальцах. Например, в известной песенке поётся, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Такое соотношение само по себе не очень приятно, но если добавить сюда, что из 9 ребят один сидит, один ширяется, трое бухают, и ещё двое занимаются непонятно чем, девчатам приходится совсем не сладко. Но есть ещё один барьер на пути, если не к счастью, то к относительной гармонии, старательно воздвигаемой многими родителями девочек. И о нём мы сейчас поговорим. Не секрет, что девочки в нежном возрасте гораздо более усидчивы, чем мальчики. Они старательнее учат уроки, грамотнее пишут, и почерк обычных девочек красивее. Согласно известной поговорке, кто возит, на того и грузит. Соответственно, на девочек обычно с удовольствием навешивают дополнительную нагрузку, вроде хореографических кружков и музыкальных школ, а впоследствии и разного рода расширяющих занятий по школьной программе. Языки, математика, химия – тут уж всё заграничивается фантазией, склонностями и возможностями родителей. Девочки покорно всем этим занимаются. Не все, конечно, но мальчики соскакивают с таких вещей гораздо чаще и резче. К 10-му классу разносторонне прокачанная девочка приходит с достаточным багажом знаний и оценок, чтобы поступить на приличный факультет приличного университета. Многое, опять же, зависит от города и возможностей родителей, но в среднем девочки мальчиков на этом этапе люто забарывают. Как ни крути, но мальчиков с золотыми медалями существенно меньше. Да и по красным дипломам статистика неутешительная. Особенно мудрые девочки поступают на бессмысленное фуфло вроде психологии или истории искусств, но на факультеты для эффектных бездельников всегда гигантский конкурс. Поэтому многим приходится учиться чему-то полезному. И потом заниматься на работе более-менее серьезными вещами. Заметим, что вплоть до окончания школы основную роль в прокачивании скиллов девочки играют именно родители. Кто-то реализует в этом свои собственные комплексы, кто-то искренне хочет добра, кто-то не менее искренне заблуждается. Ах, доченька, ну как же можно обойтись без музыкального образования? Как же без танцев? Вот внучка Анна Львовна и поет, и танцует, и еще недавно победила в Олимпиаде по математике. Неужели ты у меня хуже? А давай-ка еще в художественную школу тебя запишем, чтобы у этой старой стервы глаза лопнули от зависти. В университете многое уже идет по накатанной. В конце концов, если ребенок за 10 лет школы привык впахивать с утра до вечера, вряд ли он расслабится и перестанет. Некоторым это, правда, удается, но таких счастливец мало. Зато счастливцев до известной матери. И вот, пока мальчики в массе своей продолжают всячески познавать жизнь, девочки учатся. И после окончания вуза ожидаемо устраиваются на неплохую работу. И даже делают карьеру, иногда довольно внушительную. Правда, в нашей слегка перекошенной стране у мальчика все равно больше шансов стать начальником. А по зарплате он изначально ощутимо впереди. Словно в тайной статье Трудового кодекса прописана надбавка за наличие некоторых органов. Но красиво сидеть в кресле и говорить правильные слова – это далеко не все, что формирует прибыль предприятия. Кому-то надо и работать, и привыкшая впахивать девочка очень кстати. Девочка впахивает, 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 и годам к 27 обнаруживает себя вполне состоявшейся, самодостаточной личностью, с хорошим доходом и зачастую даже с жилплощадью. И вот тут начинается самое интересное. Сладко потянувшись, наша героиня начинает смотреть вокруг на предмет реализации чисто женских мечтаний. Вроде дома, семьи и тому подобных старомодных вещей. И внезапно обнаруживать, что реализовываться особо-то и не с кем – это вообще довольно ошибочно предполагать, что женщинам в мужчинах больше всего нравятся деньги. У Довлатова хорошо сказано – дело не в деньгах, а в качествах, позволяющих эти самые деньги добывать в нужных количествах. Если же совсем упростить, то женщина сознательно или не очень хочет, чтобы мужчина был немного лучше нее самой. Умнее, сильнее, опытнее, остроумнее, красивее, тут уж как кому важнее. Чтобы было за что уважать. Да, разумеется, некоторым женщинам нравится роль мамочки, и тогда мужчина может быть вообще кем угодно. Чем хуже, тем лучше. Но среди успешных дам типаж мамочки не распространен. Они интересуются равноправными отношениями с возможностью «нет-нет», да и проявить некоторые женские слабости. Итак, смотрит девушка вокруг и начинает худеть на нервной почве, безо всяких там диет и тренажерных залов. Потому что ее прокачанное в разных плоскостях сознание фиксирует вокруг тотальную пустоту. Можно сказать, вакуум. Я не хочу поддерживать миф о том, что все приличные давно женаты, а остальные никому не нужны. Это не так. Сейчас и жениться мужики не рвутся, и разводятся стремительно. При некотором желании и терпении выбор имеется. Проблема в другом. Как мы помним, девочки прокачивали скиллы снежного возраста. Она отличает плохую музыку от хорошей. Она умеет танцевать, по-настоящему, конечно. Она зарабатывает сильно больше среднего. Она прочитала тысячи книг, и кое-что оттуда даже помнит. В то же время ей не очень нравится часами торчать на кухне, убираться и делать другие так называемые домашние дела. Не ее масштаб, знаете ли. Смотрит девушка вокруг и видит, что мужики вокруг Клементи от Лепса не отличают. Танцуют бабуин стайл только по пьяни. К зарабатыванию всех денег галактики не рвутся. И читают только анекдоты на задней стороне баллона со свежителем воздуха. Разговаривать и даже трахаться с ними совершенно не о чем. Можно, конечно, что-то замутить и с таким, но обычный мужчина, успешную и красивую женщину, боится, как огня боится. Это как так, баба будет в чем-то лучше? Э, нет! Но вдруг встречается редкий, свободный индивид, который может порассуждать о дурном влиянии римского Корсакова на оперы Мусоргского, да еще и зарабатывает крепко. Думаете, бинго? Да ничего подобного. Ему, наверное, важно, что женщина культурно подкована, но в силу изрядной усталости. Деньги просто так не даются. Желание культурно поговорить возникает нечасто. И давно сложившийся круг общения наверняка таков, что с собеседниками по изысканным темам трудностей нет. Вот если бы девушка могла под такие разговоры еще и пожрать классно приготовить, вот тогда да. Но, как мы помним, успешной девушке не до того. У нее по абсолютно объективным причинам не было времени на прокачивание кулинарных и других классических женских скиллов. Ей объясняли, что самое главное – это творческий и профессиональный рост. А остальное приложится, когда ее подхватят и понесут на руках. А все не подхватывают. А все не несут. И что прикажете делать? Выходить замуж за иностранца? Но это вообще другой культурный пласт. И нашей героине будет с ним ужасно скучно. Он-то ни Клементи, ни Лепса не знает. Искать неприхотливого миллионера здесь? Ну, можно заниматься этим до пенсии. Пойти на кулинарные курсы и для развития смирения предлагать знакомым услуги уборки? Как-то западло. Я вижу немало людей вокруг, стучащихся головой об стенки в этом странном тупике. А идет-то все из детства. Если бы мамочки при молчаливом согласии папочек чуть больше думали головами и направляли усидчивость девочек не только на покорение культурно-научных высот, но и, к примеру, записывали их в детские кулинарные кружки, все складывалось бы иначе. Потому что любое дело не нравится, когда ощущаешь в нем себя неуверенно. И наоборот, даже мытьем полов можно заниматься с удовольствием. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Наверное, многие, не вдумавшись в этот ролик, увидят в нем мужланское желание загнать бабу на кухню, где ей и место. Нет, ничего подобного. Лично мне бы очень хотелось, чтобы у всех нас были чудесные домработницы и личные повара, а по выходным счастливые семьи с десятком ребятишек ехали на мини-вене «Мерседес» в дорогие рестораны с детскими уголками. Но есть сказки, а есть жизнь. Возможно, что со временем будет красиво и беззаботно, но пары создаются в относительно молодом возрасте, когда еще розданы не все карты из колоды и не все ставки сделаны. А полностью готовые экземпляры нередко таят в себе такие сюрпризы, что перспектива вставать каждый день в пять утра и готовить кастрюлю жратвы может показаться приятной альтернативой. Да, и мне кажется, что римский Корсаков проделал над Хованщиной большую и очень правильную работу. Но многие мои друзья с этим категорически не согласны.